Здравствуйте друзья. Продолжим с вами изучать обновленную линейку умных устройств от Acara, модели с индексом T1. Героем этого обзора будет один из наиболее распространенных датчиков в умном доме, измеряющим параметры температуры, влажности и бонусом атмосферного давления. Модель Acara T1-VS-DC-JQ12LM, модель предыдущей версии 11. Тип датчика, температура, влажность, давление. Интерфейс ZigBee 3.0 Параметры рабочей среды от минус 20 до 50 градусов Цельсия, влажность от 0 до 100%. Элемент питания CR2032, размер 36х36х9 мм Поставляется устройство в стандартной для китайских версий белой коробке. На фронтальной части находится фотография гаджета, логотип бренда и название на китайском. От повреждений при пересылке устройство защищает массивная картонная вкладка, как видите все доехало в целости и сохранности. В комплекте поставки, кроме самого датчика, еще нашелся небольшой буклет с инструкцией на китайском языке и запасной кусок двустороннего скотча для установки на поверхности. Внешне датчик представляет собой квадрат с длиной стороны в 36 мм и толщиной 9 мм. На фронтальной части находится стилизованное изображение термометра и окошко светодиода активности. Сзади находится крышка батарейного отсека, на ней уже наклеено кольцо скотча. В центре крышки находится выемка для монеты, чтобы использовать ее как отвертку. Тут же написан номер модели. На весу крышка открывается туго, намного удобнее когда датчик уже закреплен на поверхности, тогда он снимается просто поворотом корпуса. Питается он от стандартной батарейки CR2032. На верхней боковой части находится единственная кнопка. Короткое нажатие приводит к тому, что датчик просыпается и отправляет данные на координатор. Удержание до 3 меганий светодиода это сброс и перевод в режим сопряжения. Внизу находится воздухозаборник для измерения параметров воздуха. По опыту предыдущей модели скажу, что датчик возможно разместить на улице, но нужно защитить его от прямого попадания воды. Раз вспомнили о предыдущей модели, вот в сравнении с ней. Новинка слева или справа, нет все таки слева, отличий с фронтальной части нет. Их можно отличить по логотипу бренда на правой стороне, он есть у новинки, она таки слева и нет у старой версии. А также по номеру модели на крышке батарейного отсека. Родное приложение управления для датчика Akara Home. Находим его в списке устройств, у меня установлен регион Китай. Далее указываем на какой шлюз подключать, у меня Akara M2. Далее, следуя указаниям мастера подключения, нажимаем на кнопку и держим, пока светодиод не мигнет три раза, после чего отпускаем ее. Шлюз голосом сообщил о успешном добавлении аксессуара, который отобразится в списке устройств и в виде трех измеряемых параметров в доме. При нажатии на его строку в списке устройств открываются свойства датчика, тут все стандартно, можно только проверить актуальность прошивки. В корне приложения появляются сразу три иконки, на которых видны значения температуры, влажности и давления, последние в килопаскалях. Нажав на любую из иконок попадаем в график изменений выбранного параметра в разрезе дня и недели. Отсюда тоже можно попасть в настройки нажав на три точки справа сверху. В автоматизациях датчик может работать в разделе если. Причем как в событии, температура или влажность выросла или упала до заданного значения, так и условия, когда событием служит другой датчик и при этом проверяется текущее значение температуры или влажности. Мой шлюз проброшен в виде моста в Apple HomeKit и данные с датчика пробрасываются и сюда. Они отображаются в виде иконки сверху, температура крупным и мелким шрифтом влажность. Если кликнуть по нему откроется окно датчика с этими значениями, данных по давлению тут нет. В свойствах тут есть данные о заряде батарейки и привязке к мосту. Строки для создания автоматизации тут нет, их нужно создавать в альтернативных системах или в Акара Home. Для подключения к Mi Home я сначала использовал кастомизированную версию сайта kopiba.ru, регион Китай. Так как устройство работает по Zigbee 3.0, нужен соответствующий шлюз, у меня Xiaomi Gateway 3. Процесс подключения прошел совершенно нормально, устройство нашлось в списке и добавилось в систему без проблем. Нормально отобразилось и в списке дочерних устройств шлюза и в общем списке Mi Home. Кстати тут в настройках отсутствует пункт проверки версии прошивки. Но дальше все довольно печально. Плагин постоянно пишет о ошибках в сети. Из всех параметров на главном экране отображается только температура, но само число некорректное, почти 60 градусов. Это больше похоже на влажность. В окне графики больше похоже на правду, если говорить о температуре и влажности. Данных о давлении нет. В автоматизациях 4 варианта событий, условий как в Акара Home нет. В официальной версии Mi Home она у меня установлена на iPad, датчика в списке устройств системы нет. Есть строка в плагине шлюза, но она не активна, открыть плагин датчика нельзя. В Apple HomeKit, где этот шлюз тоже проброшен в виде моста, никаких следов нового аксессуара тоже нет. Пока можно констатировать, что в Mi Home с этим датчиком работать нельзя. Перейдем к альтернативным системам. Хорошая новость в том, что датчик официально поддерживается в ZigBit MQTT. Процесс подключения стандартный, тут проблем не возникает. Естественно, что герой обзора является конечным устройством, батарейка не дает возможности находиться ему в активном состоянии постоянно. Плохая новость в том, что в текущей версии конвертера не передаются данные о батарейке. Кому интересна причина, она видна в его коде. Пропущен бинт на кластер питания. Кроме этого, еще один нюанс, это особенность и не ошибка. Давление отображается не в килла, а в гекта паскалях. Благодаря включенному режиму Home Assistant Discovery, новое устройство автоматически залетает в систему через интеграцию MQTT. Всего тут 6 сущностей, все относятся к домену сенсоров. Две по умолчанию вскрыты, это напряжение в милливольтах и качество сигнала. Для нас более удобными единицами измерения являются миллиметры ртутного столба. Для перевода гекта паскаля используем соответствующий коэффициент. Создаем виртуальный сенсор на платформе шаблонов. В названии я использовал то же имя, что оригинальная сущность, только добавил в середину про миллиметры ртутного столба. В саму формулу расчета я внес только коэффициент перевода. Но стоит понимать, что атмосферное давление еще и зависит от высоты над уровнем моря. При желании можно внести эту поправку, она будет индивидуальна. В следующей строке я указываю условия для доступности. Данные будут обновляться только в том случае, если значение сенсора более 850 гекта паскалей. Это нужно для тех случаев, когда датчик по какой-то причине недоступен. Иначе будут провалы в графике, что делает его не информативным. Код сенсора ищите в описании под видео. В левом столбце сверху данные с датчика давления и преобразованные показаны методом, так что выбираем кому как удобнее. Поддержка этого датчика есть в SLS шлюзах с версией прошивки не старше 1 сентября 2021 года. Подключение стандартное, тут добавить нечего. Номер конвертера для этого устройства 59. Все включая картинку отображается корректно. Вот параметры, которые получает шлюз с датчика. Уровня заряда в процентах нет, но есть напряжение на батарейке в вольтах, по которой тоже можно ориентироваться. Давление тут как в Акарахом в килопаскалях, так что копирование показанной формулы для ZigBit у MQTT тут не подойдет. Формат будет такой же, но коэффициент в 10 раз больше. Также для топика доступности нужно в 10 раз уменьшить проверочное значение. Я честно пытался найти отличия с первой версии с 11 номером модели, но не нашел. Так что кроме как о интерфейсе у новинки ZigBit 3.0 говорить не о чем. Также новый датчик не поддерживается в официальном и по крайней мере пока некорректно работает в модифицированном приложении Mi Home. Датчик также относится к классу редких, но момент выхода обзора на Алиэкспресс я его не встречал. На этом все, если видео вам понравилось ставьте лайки. Подписавшись на канал и включи уведомления вы всегда будете в курсе новых обзоров и уроков. Много интересного и полезного можно прочитать в моем телеграм канале ссылка в описании. До свидания, до новых встреч.